Женские сборные России и Узбекистана по тяжелой атлетике прилетели во Владивосток, чтобы опробовать площадки для подготовки к Олимпиаде, которая начнется в Токио 23 июля. Тренировочная база расположилась в кампусе Дэуфу и несколько озадачила гостей условиями подготовки. База, конечно, назвать ее сложно, потому что федеральные базы, они, конечно, совсем другого уровня. Здесь больше, как говорится, студенческое движение, но если руководство будет заинтересовано и что-то они переделают, подстроится под нас, то, конечно, я думаю, будут желающие здесь ходить. Из-за допингового скандала наша сборная оказалась расформирована. В составе российской команды 6 человек, несмотря на то, что у спортсменов только по одной квоте и у мужчин, и у женщин. В числе атлеток, прибывших во Владивосток, призеры недавнего чемпионата Европы, проходившего в Москве, Светлана Ершова и Дарья Ахмерова. Поедет один человек, а лицензии три у девочек и четыре у мальчика. Кто-то из них один, самый лучший, естественно, будет представлять нашу страну. А решится это на чемпионате России или нет? Да, это будет, конечно, определяющий старт, но они уже известны, потому что эта система, она очень сложная лицензионная. В течение полтора года они набирают баллы. И кто их набрал, кто попал в 14 сильнейших, кто-то имеет право ехать на Олимпийские игры. Несмотря на проблемы, которые возникли вследствие скандала с допингом, сборная России не теряет боевой дух. Нет, конечно, любой спортсмен мечтает. Попасть на Олимпийские игры, сказать, что это будет какой-то просто переходный этап, после которого я завершу карьеру, нет. Это соревнования, естественно, в которые я мечтаю попасть, потому что Олимпиада – это цель, наверное, на всех спортсменах поучаствовать на самом высоком старте. Ну, а что будет дальше, время только пока. Тяжелоатлеты прибыли во Владивосток неделю назад и пробудут тут до 30 мая. В следующий раз они прилетят сюда уже в июле, чтобы привыкнуть к часовому поясу и войти в оптимальную форму перед олимпийскими стартами. Екатерина Зверева, Игорь Болтов. Новости на восьмом.